Дорогие друзья, всем доброе утро, Ботертов. Надеюсь, что будет видно и слышно. Я сейчас как раз приехал в Ешиву, где будет учиться мой средний сын. И как раз здесь утра урок Тора это очень важно. Я считаю, что это очень мега важно. И Яков Шатадина смотрит. Значит, сейчас все остальные тоже подключатся. Поэтому я решил, что урок не пропускать. А мы его проведем прямо из машины. Я стою на месте, не еду, так что все нормально. Опасности нет. Главное, чтобы была связь хорошая. Вот, доброе утро, Ривка Бентусевич. Чтобы было Рифа Ашлема, полное выздоровление, чтобы... Хорошо. Хорошо. Доброе утро всем, Борис Маляров. Всем добрейшее, добрейшее утро. И сегодня мы продолжаем изучать четвертую главу. Четвертую главу по учению отцов Пертеавод. Сегодня у нас Мишна очень интересная. Ее сказал Раби Мэйр. Это был из семьи римского императора, который принял иудаизм. В то время, кстати, интересно, это было где-то уже после разрушения храма, где-то прошло лет около ста, около ста. И христианство тогда было как секта в иудаизме, да? То есть небольшая секта, которые верили, что Машех уже пришел. И они их преследовали и евреи, потому что они говорили вещи, которые не соответствовали мейнстриму, ну, иудаизму такому настоящему, да, который был, не соответствовало. И их гоняли, все идолопоклонники, их гоняли, убивали, уничтожали. И они решили уйти из Израиля в сторону Рима там и так далее. И только где-то еще лет через 150 римский какой-то один из императоров принял христианство. И, значит, он, ну, с тех пор христианство стало активно развиваться по всему миру. Но вот как раз Раби Мэйр, который сказал сегодняшнюю Мишну, он был из семьи римского императора. И он принял иудаизм вот этот вот коренной, настоящий, да, такой, как то, что мы изучаем. И он был очень умный, гениальный был такой человек. И говорили, что его глубина постижения Торы, она невероятная. И закон не шел по его мнению, потому что не могли, остальные не могли понять глубину его постижения. То есть он мог доказать все, что угодно. И, ну, был гениальный такой велитий раввин, Раби Мэйр. И вот он нам сказал такую Мишну сегодня, да, которую мы изучаем, четвертая глава. И он нам сказал так. А вы мимоэт бы эсек, то есть уменьшай, уменьшай заниматься бизнесом, да, то есть меньше занимайся бизнесом. Вы асок бы Тора. И занимайся, именно он использует то же слово, эсек это бизнес. И он говорит, асок, занимайся как бизнесом Торой. То есть есть разный подход. Можно просто учить, а можно именно заниматься как бизнесом. Сейчас мы разберемся, что он имел в виду. Он сказал, а вы мимоэт бы эсек, меньше работай, меньше занимайся бизнесом обычным. Вы асок бы Тора, занимайся Торой как бизнесом. Имеется в виду не зарабатывай, а подход, метод. Дальше он сказал следующую вещь. А вы шваль руах лифней коля Адам. Будь скромным, приниженным духом перед каждым человеком. Перед каждым человеком. Это второе он сказал. Значит, первое, меньше бизнеса, больше Торы, но именно занимайся Торой. Второе, будь скромным, приниженным духом перед каждым человеком. Им Бетальта Мина Тора, он сказал, если ты, Бетальта, это как бы, ну, оставил Тору, да? То есть ты перестал заниматься Торой. И Юли, Леха, Птелим, Арбек, Инагдам. Будут у тебя, давайте вот, Птелим, это, когда ты что-то уменьшаешь, убираешь. Это называется Батель, да, глагол. Он говорит, если ты уменьшил сильно занятие Торой, появится у тебя много вещей, которые уменьшают тебя, появится у тебя в жизни. Сейчас мы разберемся, что он имел в виду. Вым Амаль Табетура, и если ты занимаешься, Амаль, он использует еще одно слово, глагол такой, если ты трудишься над Торой, ешло, есть у Бога Сахар Арбе Латет Лах. Если у него много награды, дать тебе. Давайте сейчас я скажу одним потоком, чтобы все было понятно. Значит, сказал нам Раби Мэйр, теперь идет перевод такой прям гладкий. Сказал нам Раби Мэйр, меньше занимайся бизнесом и занимайся Торой. Будь скромным перед каждым человеком. Если ты оставляешь Тору, то найдется для тебя много вещей, которые тебя уменьшат. И если ты трудишься над Торой, то есть большая награда у Бога дать тебе. Вот то, что он нам сказал. Давайте теперь разбираться. Значит, еще раз, что такое Тора. Тора. Каждый человек живет в каком-то мировоззрении, каждый человек живет в какой-то идеологии, каждый человек живет в каком-то наборе правил, которые он принял извне, от других людей, и которые он внутри принял, как та идеология, тот набор правил, по которым я живу. Тора это набор правил и набор взглядов, набор знаний, набор законов, которые получил еврейский народ на горе Синай через Моисея, Моше Рабейну, великий Моше Пророк, который получил Тору от Бога, и евреи поклялись Богу, что мы будем выполнять и жить только по Торе. И теперь, если еврей отходит от Торы, то через максимум три поколения, максимум четвертого поколения, он исчезает как еврей, то есть его нет. Евреи это только те, кто держится за Тору. Только тот, кто живет в идеологии Торы, он может оставаться евреем. Или он отходит от Торы, женится, исчезает, растворяется, уничтожается, неважно, но он исчезает. Нет евреев без Торы. Есть только до четвертого поколения, как сказал Бог, что я наказываю детей за грехи отцов до третьего-четвертого поколения. Почему? Потому что после третьего-четвертого поколения, если начинается грех, этот грех уничтожает всю семью. Теперь дальше. Тора это знание, то есть это набор идей, которые нужно изучить, и их нужно принять. Откуда человек может их принять? Он их может только принять от пророков, которые когда-то были пророки, потом мудрецы, и дальше Тора до нас дошла в виде Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Шулхана Рух, сборник законов, Мишна Тора, Пятикнижие Моисеева, Танах, это Пятикнижие Писания и Пророки, это Письменная Тора, и Устная Тора, Мишна и Талмуд. Теперь, значит, когда ты принимаешь на себя первое, евреи сказали, когда стояли у горы Синай, они сказали, наосе венишма, сделаем, потом будем разбираться. То есть само решение принять Тору, оно не зависит от знаний. Это чистое решение, что ты выбираешь. Или ты выбираешь служить Богу, присоединиться к Богу и жить по его, по Бога заданиям, а потом разберусь, что за задание. Или ты не принимаешь. То есть первое решение, это как было на горе Синай, наосе венишма, сделаем, а потом будем разбираться. Второе, когда ты уже принял это решение, Торой надо заниматься. То есть Тора, ее, чтобы любым знанием овладеть, нужно это знание услышать, понять, повторить, применить, передать. То есть Тора бесконечная, и когда ты начинаешь ее изучать, то в ней открыто все, все мироздание. Теперь, как заниматься? Что говорил нам Раби Мейер? Он говорил, что Торе надо заниматься как бизнесом. А как люди занимаются бизнесом? Люди занимаются бизнесом очень серьезно. Есть доходы, есть расходы, есть прибыль, есть рабочие и так далее. То есть именно как эсэком, то есть ты должен к ней относиться, как люди относятся к бизнесу. Ведь интересно, что когда в Шулхонорухе приводится закон, вот утром надо встать на молитву, там, да, в 5 утра, например, рано к восходу солнца. И человеку, у него внутри включается ецарара, злое начало, и он ему говорит, отдохни, полежи, ты не выспался. Начинается вот этот внутренний разговор. Так задается вопрос, а если бы тебе сейчас заплатили 100 тысяч долларов, да, ты бы встал? Конечно, встал. Встал бы, побежал бы. Или там, ты знал, что сейчас тебе надо человека долг забрать, который тебе должен, он уедет. Вскочил бы в 5 утра и в 4 утра вскочил бы, побежал бы. Что отсюда следует? Отсюда следует, что у человека есть вот к бизнесу, к деньгам, к материальности, у него есть тяга. А к духовности эту тягу надо создавать. И он сказал, Раби Мэйр, занимайся Торой, как бизнесом бы ты занимался, да? А бизнес преуменьши, потому что, ну, ты занимаешься бизнесом, и что? Я вчера был во время шабата, был один раввин, и он рассказывал, что, ну, есть одна страна. У нас супружеская пара пожилая, и эта супружеская пара очень пожилая. Они уже не могут ходить, и у них не осталось там никаких наследников. Как-то так получилось. И они переезжали в дом престарелых, в такое место, где уже за ними ухаживают. А этого Рава попросили что-то, ну, разобрать их квартиру, потому что ту квартиру, где они жили, надо было продавать. И он говорит, и я увидел, вот они всю жизнь копили, всю жизнь они копили. Каких-то 8 наборов посуды для Песоха, 8. И куда это теперь девать? Все пойдет в мусорку. Никому это не надо, никому это... То есть то, что человек здесь копит, создает, беспокоится. Потом в один момент, бах, он умирает, его голову закапывают в землю, и все. Ну, не голова, а завернутого. Поэтому, сказал Раби Мейер, уменьшай в бизнесе и увеличивай занятия Торой. Тора, которую ты изучаешь, это то, чем ты строишь себя, это то, что будет с тобой в духовном мире, в вечном мире. То есть Тора это как одеяние, одежда для души. Заповеди это одежда для души, Тора это одежда для души. Второе он сказал, а вы шфаль руах лифней коле адам. У человека есть самое плохое качество, которое Бог назвал вот самым плохим. В Торе считается это самое плохое, это гава, гордость. Гордость, что я, кохи во цим яди, то есть моя сила и сила, как бы, моих рук сделали мне все, что у меня есть. Ничего подобного. И как только человек, он это говорит, я сделал, в этот момент он себя отделяет от Бога. Он вытесняет Бога из своей жизни, и это абсолютно иллюзия. Потому что, когда человек говорит, что я что-то сделал, он забывает, что он существует вообще чудом. Чудом у него работает нервная система, чудом у него работает иммунитет. Что в один момент он может, не дай Бог, идти, споткнуться и упасть, и все. То есть, вот это вот качество гордость, я сделал, оно является железной стеной между человеком и Богом. Пока ты думаешь, что ты сделал, то ты Бога вытесняешь из своей жизни. Как только ты говоришь, все делает Бог, кто я? Я прах и пепел, да? То есть, через меня действует Бог, это все его и так далее. В этот момент ты попадаешь в связь с Богом, в реальность. Теперь, ну, как это проверить? Это проверяется в отношениях между людьми. Как-то я слышал такую историю, что один из Равьонатан Эйпшиц, это было где-то лет 300 назад, он приехал в один город, перед как раз Роша-Шана, сейчас будет, приближается день сюда. И он начал там молиться в синагонии, увидел одного такого прямо пожилого еврея, он такой был, как он плакал во время молитвы. Он говорил, что я, я прах и пепел, я кто я, я никто, я вообще. Он так плакал и попросил Равьонатан Эйпшиц, чтобы во время Роша-Шана молиться рядом с ним. Молиться рядом с ним, потому что он увидел такого по-настоящему вот именно скромного человека, который полностью убирал свое эго, и значит, Бог с ним, очень сильно с ним вместе, да? То есть, он говорит, я хочу молиться рядом с ним. В общем, они начали молиться рядом с ним, поставили ему место. А в Сам-Роша-Шана там есть, вызывают ктори, ну, важных людей там и так далее, по-разному. Иногда продают это, выходы ктори, чтобы деньги идут на дздаку, на благотворительность. Иногда просто назначают. В общем, этого пожилого, такого еврея, его вызвали четвертым, например, ктори. И он как начал кричать, меня четвертым, а вот этого вот третьим, что это за дела-тоти, где справедливость? Я круче, чем он, я старше, чем он, я больше денег даю, чем он, я больше тора учу, чем он. Почему его вызывают раньше, чем меня? И он прям устроил там скандал. Его этот Рав Йонатан Эйпшиц его потом спрашивает, говорит, я не могу понять. Вы только что во время молитвы рыдали, что кто я? Прах и пепел. Кто я? Меня нет. Я ничто. Я вообще там, меня нету, да? А сейчас вы устроили такой вообще прям публичный конфликт, что вас меньше там дали вам почета, чем какому-то другому человеку. Как это? А этот ему говорит, послушайте, когда я говорю, кто я, прах и пепел, я же Богу говорю. Конечно, перед Богом я никто. А этот, он кто для меня? Он, ну, типа, он же... То есть, я перед людьми, он говорит, я важный, а перед Богом я никто. Вот тут вот есть очень большое противоречие, то есть, которое, 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 как раз Раби Мэйр в этой мишне, он призвал нас исправить и обратить на него внимание. Если вы посмотрите, самые великие люди, которых запоминают и которые входят в историю, они очень вежливые и они очень... Как, вот, например, Рузвельт, он знал по имени всех работников Белого дома. И он каждому находил доброе слово. Рабан Йоханнан Бен Закай не было человека, который успел бы ему сказать шалом, прежде чем он ему сказал. То есть, я наблюдал вот Равицкак Зильберзе, Хранот Садик Левраха, он с каждым здоровался первый. Он, его дочка Хава говорила, что нас воспитывали, чтобы мы были как, как можно сказать, рабы у других людей. То есть, каждый человек для него был важен. Как раз он был, шел по вот этой мишне, сказал нам Раби Мэйр Аве Шфаль Руах Лифней Коля Адам, перед каждым человеком. И вот тут проверяется, или есть у тебя эта настоящая скромность. Да, и вот письмо Рамбана очень четко там написано, как себя вести с каждым человеком. Это качество великих людей. Качество великих людей по-настоящему, вот эта скромность. Дальше сказал Раби Мэйр нам, после того, как он сказал, что будь приниженным перед каждым человеком, если ты Беталь Тамина Тора, если тебе находится что-то, что тебя от Торы отвлекает. Вот я сегодня мог с чистой совестью урок пропустить. Я занят, я езжу, дети идут в школу там и так далее. Но я вспомнил эту мишну, думаю, как я пропущу урок Торы. Сказал Раби Мэйр, если ты Беталь Тамина Тора, то есть если ты самое важное в твоей жизни, отодвигаешь на второй план, твоя связь с Богом, твое общение с Богом, найдутся у тебя Птелим Арбе. Много у тебя будет в жизни вещей, которые потом тебя будут отвлекать. Потому что всем рулит Бог. И если ты делаешь шаг от Бога, Бог делает шаг от тебя. Между вами два шага. И в этот момент с тебя снимается защита и так далее. А есть неприятности много. Вы посмотрите вокруг, человек живет чудом. Чудом он живет, чудом он не падает, чудом он просыпается с утра, чудом у него не останавливается сердце. Все происходит чудом. Поэтому если ты Беталь Тамина Тора, если ты убрал Тору, найдутся у тебя потом Птелим Арбе. Много у тебя будет вещей, которые не под твоим контролем, которые будут тебя отвлекать. Теперь, а если ты Амаль Табе Тора, вот тут он использует слово, не учишь Тору. А Амаль Тора это напряжение. Амаль это труд. Если ты трудишься над Торой, тогда есть у Бога много награды дать тебе. И тут мы как раз вспоминаем, вспоминаем, мы еще это не учили, дальше будем учить. Есть такая известная фраза, которая звучит так. Липум цара агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Когда ты учишь Тору в комфорте, в свободное время, это один уровень награды. Если ты преодолеваешь сложности, это другой уровень награды. Если ты учишь Тору Бемесерут Нефеш, то есть самопожертвованием, с риском для жизни, это третий уровень награды. То есть по тому, насколько ты вкладываешь в Тору труд и идет соединение тебя с Торой. То есть то, во что ты вкладываешь свой труд, оно для тебя становится, во-первых, ценнее. Во-вторых, идет совершенно другая награда. Понятно, да? Вот такая вот мишна нам сегодня пришла от Раби Мейера. Давайте сделаем выводы. Первое, нужно напрягаться в Торе. То есть сейчас, пожалуйста, напишите свои выводы. Напишите свои выводы. Поздравляю, Дернинимия родила жену и дочку в Шаббат, чтобы было благословение во всех хороших делах. Чтобы было здоровье матери, дочки, мужу, всей семье, чтобы все были здоровы и счастливы. И давайте еще раз. Вывод какой? То есть занимайся Торой с... Как бы ты занимался бизнесом? То есть вкладывай туда, думай, считай. Вот мы уже сейчас четвертую главу заканчиваем. Но было бы классно все выучить наизусть. Было бы классно это все применять и так далее. И Тора будет тебя защищать в этом мире. Тора даст тебе понимание. Тора даст тебе знания. Тора даст тебе божественную поддержку и защиту. Это все есть в Торе. Поэтому с Божьей помощью вот эти у меня выводы. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Поделитесь своими выводами со мной, с друзьями, друг с другом. То есть труд Торой, амаль Тора, он отличается от изучения. Надо трудиться над Торой и заниматься ей как бизнесом. Как бизнесом. Все. Теперь, так как надо заниматься как бизнесом, чтобы была вся моя заслуга за этот урок. Чтобы выздоровела моя жена. Чтобы у нее все было хорошо со здоровьем. Рифа Ашлемали, Риф Кабат, Сара. И Рифа Ашлемали, роженица, жена. Жена, вот, которая родила в Шаббат. Сейчас. Да, Диордия, жена Диордия, чтобы была ей тоже полное выздоровление. И, значит, чтобы было выздоровление всем, кто болеет, чтобы были здоровы и знали, что здоровье от Бога. Все здоровье от Бога. И Богу приходится нам давать иногда болезни. Для того, чтобы мы начали больше ценить, больше к нему обращаться, больше понимать, насколько наша жизнь зависит от него. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего дня, хорошего месяца. Ходо, что начался сейчас месяц Илуль. Как раз месяц Хэшбон Нефиш. То есть мы должны в этом месяце еще раз пересмотреть свою жизнь, свое отношение к жизни. Этот процесс называется чува раскаяния. Но он выглядит так, что человек обдумывает то, как он жил. Думает, вот, правильно ли я жил, неправильно я жил. Если неправильно, он говорит, я хочу жить по-другому. И это как бы его осознание, его решение дает ему возможность прожить следующий год лучше, чем прожил предыдущий. Сейчас месяц Илуль мы готовимся. И потом Роша Шана, потом Йом Типур, потом Суккот. С Божьей помощью, чтобы был очень счастливый год. Все, всем пока, хорошего дня.